Почнем мы нашу размогу с нашим прятым гостом, пан Петр Кульпа. Знамы, польский политичный эксперт и экспорционный к польскому уряду, векою рады витатами. Господин Кульпа, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, Юрий, и слава Украине. Героям слава, спасибо, что всегда находите для нас время. Ну что же, давайте начнем с того, что произошло буквально несколько, ну вот час назад, да, полтора часа назад, речь идет о пролонгации власти Владимира Путина. И по сути, можно ли сказать, что свой пятый срок Путина начинает с усиления конфронтации с Западом, исходя из того, что прозвучало и накануне, и сегодня? Я чуть-чуть по-другому смотрю на эти срока, тоже пятый, но первый, это когда слушался старших. Во втором периоде был мягким арбитром. В третьем периоде боялись уже его враги. Это уже период Хадарковского. В четвертом периоде боялись уже друзья. Это период полномасштабным вторжением было видно, как спрашивали их правнение, и видно был страх окружения ближайшего. И с этого времени Путин находится в пятом периоде, в котором он становится опасным для себя. И с нетерпением просто стоит ждать, когда один у тебя в рубашку смирения, или делают у кого счастья, я не знаю. Потому что на самом деле, ну, трагедия. Трагедия просто неудачника, неадеквата, который ошибка за ошибкой ведет, от России из двадцатого века, в девятнадцатый год. Вот, так, ну что ж, ну, сделала пародию выбора. Суть их в том, чтобы унизить, потому что каждый понимает, что они, на что они влияют. Ну, и все это спокойно движется в государственной церемонии в сторону Северной Кореи. Вот есть, куда, конечно, стремиться. Еще не увидели результата 99%, пока 83%. Ну, ну, что еще больше сказать, ничего больше. Ну, знаете, вот что, что интересно, что на этой церемонии не было представителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, да и в целом большинства стран Европейского Союза. Но, вот как ряд СМИ сообщает, в частности, Радио Свобода, им можно доверять, значит, были представлены представители Венгрии, Словакии, Греции, Мальты, Кипра, и, что очень удивительно для нас, Франции. Почему? Ну, говорят, что это результаты визита товарища Си, да? Ну, я бы не переоценивал присутствие, не присутствие. Просто есть признание де-факто. У никого нету сомнений, что с Путиным придется говорить. Ну, повода для того, чтобы с inaugурации очередного псевдо срока диктата делать праздник тоже нет. Поэтому это просто лишь церемония, это лишь показать свое, я бы сказал, с тех, которые присутствовали, те страны, которые если посмотрим, это в основном мелкие страны, которые пытаются, что это выиграть. Ну вот, чем-то получать какие-то бонусы, да? За то, что это появился. Франция без сомнений возвращается в евроазьяцкую политику. Франция бросила вызов России и будет, будем свидетелями ее активного участия в этой большой евроазьяцкой политике. Сила Франции заключается в том, что так как у России, у Франции есть ядерная оружие, причем у Франции есть ядерная оружие достаточно, чтобы задать России, не одобряемые удары. Это значит, что у 200 боевых головок в принципе Франция сама в состоянии уничтожить 50% городов России и 40% населения. Это считается порогом, когда война с такой страной невозможна. Это значит, что Франция в состоянии вести самостоятельную политику. Наблюдаем сотрудничество Франции и Великой Британии, также в том плане, и наблюдаем, как нервно к этому относится Россия. Ну вот здесь быть, не быть на церемонии просто значение не имеет точно это не дипломатический праздник, нигде. Ну, знаете, вот что любопытно в этой связи? Дело в том, что когда состоялись так называемые выборы, президентские выборы, на которых, конечно же, победил Путин 87%, более 87% Тогда что мы услышали? Мы услышали, значит, голоса из Европейского Союза. В частности, один очень громкий, принадлежит Жозеппу Боррелю, который призвал не признавать легитимными эти выборы. Была принята Европарламентом соответствующая резолюция. Да, мы должны сказать, что она скорее символическая, но не обязывающая. И вот получается так, что несмотря на призывы Брюсселя признать результаты выборов в России нелегитимными, Европейский Союз все равно продолжает формальное общение с Путиным. Скажите, пожалуйста, что будет, если С не признает Путина президентом Российской Федерации? Или это уже невозможно, поскольку вчера разучало соответствующее заявление со стороны Соединенных Штатов Америки, что они признают Путина легитимным президентом? Ну вот, просто это есть признание де-факто. де-факто признается, что власть, которая контролирует эффективную территорию, которая принадлежит России, вот это именно та власть, которую представляет Путина. Вот все. Но здесь еще раз никто не признает, что Путин является демократически избранным президентом. Просто является руководителем страны, да, выбранным по обычаям, многовековым этой страны через захват власти на самом деле. Что думаете по поводу визита Си? Впервые за пять лет он уже побывал во Франции, сейчас, я так понимаю, что в Венгрию осуществит визит с трех дней, ну вот три дня будет в Венгрии. Да, и то, что прозвучало от Си и от Макрона, и о чем пресса писала, значит, что, во-первых, там Си очень раздражается по поводу того, когда его страну якобы, ну, хотят перевонять к Российской Федерации, или в том, что она помогает Российской Федерации, что все говорят, что мы не сторона конфликта, мы эту войну не развязывали, но понятно, что им все равно выгодно, не выгодно ослабление Путина и выгодно продолжающаяся эта война, да. Удалось ли добиться каких-то целей, которые перед собой ставили европейские лидеры, как вы думаете? Ну, во-первых, если смотреть на географию этого визита, это Франция, Венгрия, Сербия, это как будто точки, по которым символически наносится удар на разбитие единства, потому что Сербия показывает, что европейский союз не является единственной возможностью. Венгрия показывает, что получит поддержку, если будет разбивать единую политику европейского союза. На самом деле визит в Париже это удар как будто символически показывает, что есть возможность договариваться вне трансатлантического союза. Короче, как будто вот этот момент Франция представляет идею этой, я бы сказал, автономии стратегической и политической. И это конечно Китаю нравится. Почему? Потому что так как Китай, как Россия, заинтересована ослаблением трансатлантического единства. Что касается здесь вопросов, про которые говорите, все приезжают по-другому, чем 5 лет тому назад. 5 лет тому назад он приезжал как более слабый партнер. Сегодня у него есть конечно проблемы с лаугами, с экономикой, все это есть, но он приезжает как лидер страны, у которой есть много рычагов. Но у Европы нет ни одного рычага по отношению к Китаю. На самом деле Европа зависит сегодня от Китая в несколько раз больше, чем Китай от Европы. И это имеет значение. Что касается того, что Китай отмахивает от России, это проявление процесса, который начался уже несколько месяцев тому назад, когда Китай увидел, что асоциация Китая с Россией выносит Китаю очень много вреда. Во-первых, консолидирует союзников вокруг Соединенных Штатов именно из-за того, что коммунистическая партия Китая рассматривается как силой, Прокси которой является Путин, Прокси которой является Северная Корея, Иран, Хути и так далее, так далее. Террористы на всей земле и все эти угрозы. Вот здесь Китай конечно это будет питать. На такие факты. Без поддержки Китая, Путин не мог бы развязывать войну, не мог бы ее объяснить. И все понимают, что у Китая есть рычаги, чтобы Путина остановить. То, что высказали, что Китаю выгодно, правда, угрозить эту войну, в каком-то смысле да. Потому что Китай подчиняет себе Россию. Потому что каждый день увеличивает зависимость. Китая получает практически бесплатную энергию ресурсы. Насколько бесплатна, представьте себе, что сегодня за нефть и за нефть и что еще и за продовольствие. Китая платит меньше чем за пупроводники, чем за ципы. Вот. Китая не допускает, чтобы Россия использовала сотрудничество для того, чтобы стать более самостоятельным. На самом деле Китая эксплуатирует и увеличивает зависимость России. Вот это выгодно. С другой стороны, Китая просто боится варианта, которая могла бы наступить смена подхода. Именно варианта Трампа. Вариант президента, администрации в Соединенных Штатах, которая была бы в состоянии за счет Европы, за счет Украины. Закончить войну и повернуть Россию против Китая, это очень опасный вариант. Поэтому кажется, что сейчас такой момент, в котором есть возможность задуматься. Потому что при остановлении кинетической войны именно сейчас, оно могло бы быть выгодным для Китая. Потому что в таком варианте очень сложно будет повернуть Россию против Китая, все это поменять. И просто надо понимать, что каждый день в этой ситуации изоляции России укрепляет власть Китая над Россией. Это без сомнений. Вот более или менее так на это надо смотреть и надо видеть активную роль Франции. Франция из Африки вышла и конфронтацию бросает Россию в Казахстане, Южный Кавказ, Армения. Там уже Франция очень сильно усиливает свои возможности. Франция кроме ядерного оружия имеет также, я бы сказал, такую эффективную инфраструктуру, то, что является легионом зарубежным. Вот это то, что проверялось в Африке, может работать также в будущем в Украине. Но смотрите, о чем говорит Си. Цитирую. Конец цитаты. Я здесь делаю один вывод и у меня возникает два вопроса. Вывод следующий. Китай не поддерживает мирную конференцию, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня, потому что там не будет ее представителей и, судя по всему, они предлагают альтернативу. Теперь два вопроса. Первый. А что значит, которая бы объединила все стороны на равных условиях, что это за равные условия, и позволила бы честно обсуждать все мирные планы? Как это значит, честно обсуждать все мирные планы? Смотрите, я на это смотрю с точки зрения трех критериев. И главный критерий – это статус России. Смотрите, вся попытка России – это стать гарантом безопасности Украины после войны. Короче, Россия не хочет выступать как агрессор, хочет выступать как гарант безопасности. который, понимаете, хочет влиять на то, кто будет править в Украине. Это ключевой момент. Будем наблюдать вокруг очень много разных путей, трапов и так далее. Но есть только три ключевые моменты во всем этом. Первое. Будет ли Россия исключена из системы европейской архитектуры безопасности? Короче, безопасность Украины будут гарантировать все, но кроме России, потому что Россия является агрессором. Если Россия будет гарантом, тогда эту войну проиграть. Второй критерий – это получит ли Украина эффективные гарантии безопасности, такие, которые убедят частный бизнес вкладывать деньги, не бояться, что придут расисты и все это заграбят. И третий момент – это будут ли сняты санкции с Россией или нет. Так долго, пока не вывернет всей заграбленной территории и не будет компенсировать. Я хочу напомнить, что такой подход, он не конструктивен с точки зрения Китая. Почему? Потому что все понимают, что можно приостановить войну без прямых переговоров России и Украины. Доказательство этому – зерновая сделка. Пожалуйста, часть стран договорилась с Украиной, часть с Россией, правда? И система может работать. Здесь нет необходимости, чтобы Украина признала, что ей что-то заграблено и так далее, и так далее. Россия именно на это будет настать. Чтобы Украина признала беспредел, чтобы Украина просто согласилась признать потерю своих территорий и признала грабеж законным. И признала еще, что грабитель является гарантом безопасности. Но это просто… мы это знаем в Польше, потому что это как первый и второй разъем Польши, Республика. Так это именно выглядит. Так что здесь… мне кажется, что конференция в Швейцарии будет успехом. независимо будет ли там Китай или нет. Потому что как бы на это не смотреть, это будет консолидация. Конечно, хорошо бы было, если бы Китай поменял свою позицию, если бы просто поддержал международный порядок, который основан на неагрессии, на признании международных границ. На словах Китая это признает. Но поддержка, которую Китай оказывает терроризму, будет действовать против Китая в дальнейшем. И будет просто сплачивать террористов просто под руководством Китая. Китай будет в таком направлении терять. С другой стороны, если бы Китай использовал сегодня свою силу для того, чтобы приостановить, чтобы одеть Путина в рубашку смирения, да, это, думаю, очень сильно бы помогло. Имидж у Китая и вообще его, я бы сказал, другому подходу, кроме которого Китай выполняет. У нас не так много времени остается, но хочу еще две темы очень важные обсудить. Дело в том, что сегодня, вот как сообщается, в Катовице, в польском городе Катовице, должно было проходить выездное заседание правительства Польши. Однако, в зале, где должно было, собственно, состояться это заседание, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания. Об этом сообщил председатель министра координатора спецслужб Яцек Добжинский. И мы знаем, что Польша очень активно участвует в помощи нашей стране. Это и гуманитарный хаб, и военный хаб, да, с точки зрения предоставления, и хаб с точки зрения логистики в том числе. Ну, пока сложно сказать, потому что заседание в Катовицах может быть так, что в зале, где происходили местные переговорняки, да, конкуренты подслушивали друг друга, и когда этот зал решили употребить для заседания правительства, да, вот стандартная процедура правительства, да, и спецслужбы нашли устройства. Ну вот, ну, в Польша подслушивание это гарячая тема, потому что, как помню, очень много кризисов политических начиналось, потому что кто-то кого-то подслушивал, да, и потом выкладывал, а обычно там стояли русские спецслужбы. Ну, это не доказано, но так или иначе это так, так это выглядит. Ну, ну, короче, мы сейчас мало знаем, не знаем на самом деле, когда это, с какого времени эта электроника, вот, то, что у нас сегодня знаем сегодня утром было действительно, что две спецслужбы, это служба, которая занимается охраной правительства и агентством внутренней безопасности. Вместе об этом сообщили как свой большой успех. Ну, и спасибо им за это. Петр, скажите, пожалуйста, известно ли вам о том, кто такой Томаш Шмидт? Да, это судья административного суда, который был очень сильно задействован сотрудничеством с правительством, которое ушло, который был сильно задействован в разрушении системы полского права судья. Вот, и он вчера дал заявление про предоставление ему палить ческому убежища в Беларуси. Вот, такой второй случай, раньше был солдат, не помню, когда начался этот кризис с беженцами, то, что падал на политическую бежусь в Беларуси, получил от Беларуса в квартиру и подключил самоубийством, если что-то случилось, человек умер. Вот, этот кейс, с которым сейчас просто очень серьезный может оказаться, потому что этот судья мог иметь, он вообще был допущен к высокому уровню секретности, да? Так и есть. Сегодня премьер-министр, прошу прощения, перебью, премьер-министр Туск сказал об этом, он имел доступ к секретным материалам, документам. Да, это во-первых, во-вторых, напрямую имел контакт с руководством Министерства Юстиции. Просто мог очень много информации, формально-неформально, получать, которая на самом деле сверхтайная. С того, что сказал премьер-министр Туск, можно сделать вывод, что он был просто агентом спецслужб Беларуси, потому что премьер-министр Туск сказал, что его история сотрудничества в Беларуси имеет длинную, длинную историю. Ну вот так. Более или менее то, что можно сказать. Я бы здесь не преувеличивал этого момента, типа секреты и так далее, потому что, ну, судьи имеют доступ к делам, которые идут, тогда, когда делали разрешения, например, там, на службу и так далее. И, ну, на самом деле это то, что было, да, это дела, которые были. Сложно это определить, но то, на что обращал внимание премьер-министр Туск, это факт, что он активно действовал в работе против, ну, в работе на разрушение полской системы правосудия. То, что было предметом конфликта Польши и европейского союза. Короче, он работал на то, чтобы поссорить Польшу с европейским союзом. Более или менее такой вывод можно сделать с того, что официально сказал премьер-министр. У нас несколько минут, но вот о чем я хочу вас спросить. Дело в том, что когда состоялось полномасштабное вторжение в Украину, тогда вскрылось очень много российских консервов. Да, вот людей, которые тайно поддерживали Российскую Федерацию, возможно, способствовали и так далее. И нам понадобилось очень много времени для того, чтобы вычистить. Я не уверен, что мы это полностью сделали, конечно, это, наверное, невозможно. Но спецслужбы проделали огромнейшую работу, и там, в том числе в спецслужбах были эти люди. И вот я хочу вас о чем спросить. Дело в том, что мы не понимаем пока, куда движется этот мир с этой войной. Не лучше бы спецслужбам Польши уже заблаговременно проводить соответствующие операции и отфильтровать, чистить таких людей, чтобы потом не было проблем, которые были у нас? Я думаю, что наоборот, что именно Украина не сделала своего урока. В Польшу после 1989 года было несколько реформ, причем спецслужбы убивались до корня. Не оставался камень на камне. С нуля возникали так гражданские, как и военные спецслужбы. Так что мне кажется, что доверие именно благодаря жестким, иногда несправедливым действиям, в котором под санкции попадали люди, которые служили Польше. Но здесь смысл был такой, чтобы иметь настоящие сильные спецслужбы, которые точно не будут действованы в какие-то сотрудничества. В Украине этого не произошло. Это правда. Да, на самом деле просто это идет, не было ни одного символического момента. И мне кажется, что связь именная, я бы сказал, карниевых, ключевых столбов в государстве России очень сильная была и к сожалению, есть повязанная с Россией. Я не знаю, как это сказать, но просто люди, у которых есть сильная связь с Россией, семейная и так далее, и так далее, да, просто ради того, чтобы не убивать у сограждан веры в стойкость, в чистоту государства, должны убираться со своих должностей. Потому что даже, ну так, так произошло в Польше, просто если можно сделать так, чтобы никто не подозревал, лучше сделать так, чтобы никто не подозревал. Так это конечно работа, работа, я думаю, будет идти, думаю, что способствовать этому будет конец конфликта. Потому что в условиях войны очень сложно, это вот типа вопросы решать. Ну просто смотрите, смотрите, ну факт какой, на 24 февраля шеф внутренней полиции СБУ являлся русским шпионом. Он не был наказан, он же уехал. Таких людей, от него, от его решений зависело, кто является таким, да, в этой системе. Ну просто, просто очень сложно в этих условиях решать и думаю, что, ну что просто в Украину ждут глубокие реформы, да. А если хочет действительно стать частью Запада, получить доверие союзников, потому что к этому сводится. Да, очень хотелось бы, чтобы мы использовали в том числе и опыт Польши в этом ключе, да, в этом направлении. Я скажу так, посмотрите, Польша, она действовала как фронтовое государство и Польша сделала по всей вероятности много ошибок. Поверьте, многие люди были невиновно наказаны, потому что их сняли с должности и так далее, и так далее. Представьте себе, что военные информационные службы ликвидировали, всех высвечили, раскрыли документы и так далее, и так далее. Вот люди не получили пенсии, этого типа вещи. Короче, все это шло в атмосфере скандала и конфликта. Просто думаю, что есть много других хороших примеров, как это можно делать и не обязательно через конфликт. Да, спасибо вам большое за этот эфир. Несколько перетянули уже, да, наш гость заждался. Спасибо вам еще раз. Берегите себя, до скорой встречи. Дякую. Пан Петр Куль, подякуем ему. Субтитры сделал DimaTorzok